друзья всем привет всем привет сегодня мы сделаем небольшой обзор о мини джипах и у нас уже сегодня периодически начинается дождь что он заканчивается и завтра передали тайфун как говорится хочу джип да ну денег нету буду ездить на 07 пойдем смотреть так мы начнем вот с такого замечательного автомобиля это suzuki suzuki jimmy третье поколение вообще выпуск начался таких автомобилей с 1982 года трансмиссия идет либо 5-ступенчатая механика либо 4-ступенчатый автомат привод идет только только полный привод объем топливного бака 40 литров все автомобили вес автомобиля не все автомобили порядка одной тонны если бы точнее 1 тонна 1 тонна 100 килограмм значит здесь у нас ноздря потому что автомобиль трубовый бампер туманочки решетка вот такого плана на лево стороне у нас рожок очень удобно парковаться установлено литье летняя резина размер резины 175 80 на 16 повторители ветровиков нету как заметили как обратили внимание автомобиль у нас идет трехдверной сзади запаска спойлер дополнительный стоп-сигнал объем багажника да как такого объема багажника здесь нету но для примера наша сумочка вот как-то вот так магазин съездить за покупками что-то положить заднее сиденье складывается увеличивается багажное отделение салон в основном везде идет пластик какой-то бардачок здесь это заглушка подстаканник для задних пассажиров с этой стороны с этой стороны все та же самая комплектация салон идет с кожаными вставочками давайте по месту ну во первых дверь двери найдет широкая дверь тоже пластик здесь какая-то вставка электростеклоподъемник бардачок маленький данный автомобиль на автомате управление печкой 4 в.д. лог блокировки все включаются сидушки сидушки идут кожаные вот таким вот образом все мужик отъезжает то есть можно попасть на второй ряд сиденья сейчас мы сядем серега вместе туда я сразу залезу назад назад сейчас дверь за на передней судушку отодвинуть до конца вот это вот по мою короче если она отодвинута до конца мне здесь места реально мало то есть у меня все мне коленки уперлись сидеть не знаю если где-то по городу на небольшие расстояния в принципе нормально на какие-то далекие расстояния взрослому человеку будет проблематично детям да чего перед у нас и удобная посадка в принципе удобно сидеть и сидение такие экономичные хорошие нормально руль здесь идет обычно здесь уже установили вот такого плана оплетку перешили фактически ну фактически перешили значит по удобствам для задних пассажиров идет два подстаканника для передних пассажиров что у нас там идет для передних короче идет подстаканник пепельница кстати пепельница редкость в автомобиле молодцы 1 сейчас уже в японских автомобилях даже есть прикуриватель обычно стоит просто заглушечка значит крыша потолок высокий вот не сказал да сзади сижу за делать сидишь как-то все равно сидишь выше чем передние пассажиры головою головой я не бьюсь также сзади вот такая вот штучка нажали ее сидушка отъехала часы вперед сяду и вылезли из автомобиля вот что касается места именно пассажира кстати вот посадка до автомобиль вот я сажусь в принципе все довольно таки с одной руки скажем так место пассажиру тоже довольно таки много здесь удобная ручка держаться дополнительная ручка со стороны водителя сверху ручка нету в дверной карте ручка есть и смотрите тахометр до до десяти тысяч спидометра на 140 заводим включение туда вообще машины конечно вот эти но всем они высокооборотистые поэтому не тахометр у него получается всем с половиной это в принципе нормальные обороты то есть очень высокооборотистые на таких машинах особенно на turbo надо бы чаще будет менять масло сколько она стоит она стоит четыреста семьдесят пять тысяч автомобиль 2010 года 475 тысяч ладно пойдемте дальше сейчас еще внешний вид покажу немного давайте посмотрим по низу что у нас мост редуктор да капота все откроем посмотрим принципе все удобно все доступно место в подкупорном пространстве много закрываем следующий мини джипик это mitsubishi pajero mini данный автомобиль 2010 года 4 в.д. раздатка эконом режим топлива стоит автомобиль 360 тысяч рублей белый такой перламутровый цвет тоже налить и резина установлена 175 80 на 16 посмотрите по ржавчине автомобиль здесь у нас идут поворотники тоже автомобиль три двери сзади спойлер модно установлен в отличие от джимми когда здесь как называется кожуха нету на запаске что касается по объемам багажника в принципе все то же самое единственно там была пластмасса здесь вот такая вот тканевая идет обшивочка здесь тоже идет пластик сидушечки вот такие вот черно-коричневые комбинированные естественно они тоже складываются здесь у нас такая небольшая ниша что-то туда можно положить автомобиль начал производиться с 1994 года и производство закончил в 2012 году двигателя 659 кубиков название двигателя 4 а 30 мощность от 52 до 64 лошадиных сил бак на 40 бак на 43 литра трансмиссия механика или автомат клиренса автомобиля 195 миллиметров привод полный или задний вес 900 тонн она опять же клиренс дала все его там привыкли мерить по переднему бамперу вообще он меряется по самой нижней точке автомобиля здесь защита идет стальная тоже турбина стоит на данном автомобиле установлены ветровики десятый год 4 воды 360 тысяч на давайте опять сядем посмотрим сколько места хотя по месту у них в принципе все все везде одинаково так но здесь вот как-то чистенько так садиться не буду я щас покажу немного в коврике стояли же салон подстаканник ниша колонка с той стороны просто подстаканник идет колонка подсветка идет для задних пассажиров надвигаем назад здесь идет какая-то ниша что-то можно положить не знаешь проверим с проверим телефон туда но я думаю при сделан туда выпадет стаканник верхний бардачок нижний бардачок лежит какой-то аукционе написано 4 балла пробег 68000 в джиме чем у нас отличие идет по салону по раздатке до вы раздатке там включается получается резинатных воды на джиме 2 воды 4 воды и блокировка здесь она ручка короче здесь у нас ручка рычаг переключения передач да там у нас все на кнопочку магнитофон стоит обычный тоже песечка на крутилочках руль кстати тоже обратите внимание тоже он обшитый здесь тахометр до 8000 спидометр до 140 тысяч он заводится надо завести для водителя идет подстаканник дверная карта 2 электрических стеклоподъемника ну и тоже основная масса пластик с этой стороны идет у нас тоже пластик прнд 2 л к ручник где положено у нас давайте посмотрим двигатель кстати тоже установлен вот такого плана рожок все раз повторяюсь очень удобно к маночку можно установить здесь вообще все блестит как новое почти двигатель здесь не цепь здесь берем сама турбина аккумулятор сигнал что тут еще интересного есть больше интересного ничего нету закрываем вспоминаю 10 год 4 воды раздатка эконом режим топлива написали 360 тысяч рублей так ну и вот рядом с белым стоит еще один такой же серенький тоже 10 год 12 месяц 4 воды раздатка эконом режим топлива chrome зеркала рейлинги на крыше установлена руль кожа литье туманки не крашена не ржавый 380 тысяч рублей то есть отличие по цвету этот просто белый этот у нас идет двухсветный на этом установлены туманки на этом туманок нету здесь идут хромированные накладки здесь идут рейлинги здесь рейлингов нету зато здесь есть спойлер на этом автомобиле спойлера нету и идет чехол у нас на запаску также задний дворник по месту все то же самое ниша знаете такая тоже как год даже не знаю как это назвать кстати там еще дополнительно поднимается там спрятан донкрат какая-то мелочь эта мелочь сюда она влезет примерно посмотрите какого проем да здесь открывается на 90 градусов если сложить вот эти сидушки убрать подголовники будет ровный пол ну какие-то грузы тоже можно перевести в данном автомобиле со стороны водителя покажу так осторожно значит сидушки естественно спинка вперед-назад есть ли в сидении сама сидушечка она двигается туманки корректор фар регулировка зеркал подстаканник кожаный руль вот руль он уже такое видите вот такой поезженный потрепанный идет также значит солнцезащитные козырьки зеркало здесь есть зеркало здесь нету и вот по отличию с джимиком да там ручки расположены как бы вот здесь да и вот здесь можно дверной карте держаться здесь вот они дополнительные ручки тоже как бы удобно ниша вот такая ведь большая не знаю для чего это что туда можно засунуть десятый год двенадцатый месяц 380 тысяч так еще один джиме еще один джиме 2009 год естественно 4 d4 четыреста шестьдесят тысяч литье резина поворотники рейлинги салон у него но у него комплектация такая модная салон виде к кожаный вилл финт комплектация здесь все стандартно и вот смотрите что касается объема багажника да вот в данном автомобиле багажник он забитый то есть примерно примерно можете понять объем багажника раз два три 4 5 6 коробка сюда смело влезет можно еще что-то положить сверху многие задают вопрос как купить автомобиль в кредит на рынке зеленый угол есть у нас тут одна организация называется она финклуб делаем мечту ближе кредит на этот автомобиль вот обязательно мы туда зайдем и узнаем их не условия как они работают четыреста шестьдесят тысяч на 2009 год далее идет тариус кит тариус кит тоже 07 значит автомобиль взял начало в девяносто восьмом году привод полный либо задний клиренс вот 175 до 195 миллиметров трансмиссия идет идет только нет не только идет автомат и механиком бак 40 литров двигатель 07 то есть есть двигателя дымовские fd есть двигателя fd лошадей лошадей здесь у нас на дэти 64 на дэми 60 лошадиных сил то есть данный автомобиль такого ярко бордового цвета в хроме с обвесами на родном литье на хороший зимний резине прямо на смотрите с лимельками запасном колесе у нас идет чехол задний дворник омыватель подогрев зеркал спойлер по объему багажника все как и везде тоже пластик здесь идет подсветка тут небольшая ниша типа тазик отличие от джимми nissan of pajero здесь идет 5 дверей задние сидушечка у нас складываются ровного пола нету но все равно багажное отделение у нас увеличивается в автомобиле чисто садится мы туда не будем также смотрите нет вру ровного пола нет ровный пол есть таким макаром давайте наверно даже подголовник сейчас короче вы надо будет подголовник вот здесь зонтиками обещали у нас завтра тайфун сегодня начнется ходит на зонтиками ждем тайфуда да все складываем вот получается ровный пол давайте со стороны багажного отделения посмотрим при желании больше скорчится и поспать да примерно примерно вот так это выглядит ладно ставим все на место подголовник я наверно даже поставлю все разбирается собирается в принципе очень просто место ну так ну давайте как-нибудь ладно сяду я вот так вот короче был такой автомобиль когда родов но если честно место как-то вот сзади допустим чем в этих в трех дверях побольше да но все равно место маловато дверная карта снизу пластик здесь ткань электростеклоподъемник формированная ручка такие вот защелки стоят здесь вот кармашки в спинках передних кресел по месту значит по месту передних пассажиров давать в одном дверная карта тоже ткань кармашек электростеклоподъемник колонка автомобиль блин весь на полированный аж все блестит здесь идет бардачок где-то аукционе к аукционе сказали родной автомобиль rk ну вот судя по аукционе куда идет подкрас двери заднего крыла пробег 84000 прикуриватель мультимедиа система так называемая все на крутилочках 4 воды здесь она идет постоянная плюс добавляется блокировка чего там блокировка на дифференциала переднего до ручник автомат рб есть какая-то коммуникация прошу тысячи и subaru x-brick комплектация из брик ну да subaru тут еще далеко нормально башки subaru ну посмотрите сколько места как бы ну в принципе нормально да единственно коленком к снова сидеть тесновато вдвоем руль тоже такой вот прям модно установлен красивый вот такого плана автомобиль тоже до 10000 я уже сказал что акционик родной тахометр до 10000 спидометра до 40 ключ пробег 84000 бензобак у нас идет электронный вот это вот штучка да у нас идет включатель выключатель заднего дворника то есть все привыкли то что он расположен вот здесь а здесь он включается с кнопки туманки в игре заднего стекла корректор фар регулировка зеркал в принципе все больше больше ничего интересного нету что-то пусть он включит на козырек ручка подсветка зеркало нету можно что-то карты какие-то сюда засунуть здесь тоже идет ручка на двигатель посмотреть чё на с двигателем ну симпатично со стороны смотрится автомобиль то есть это двигатель у нас идет детский идет уже алюминиевый радиатор чем отличается цветовский от демовский почему-то цветовский они двигателям ну можно сказать похуже чем демовский у нас был такой горький опыт мы меняли на тенниусе двигатель и вот детовских их просто продажи нет их разбирают а демовских очень много то есть у детовских вот идет интеркуля но зря а у демовских у них ровный капот тоже турбина но они как-то понадежнее грэм а здесь у нас нету в цепи грэм здесь у нас ремень грэм тоже смотрите подкапотное пространство большое то есть в принципе в принципе все доступно с полностом по низу идет тоже полурама это автомобиль не ржавый держал и вообще большая редкость можно закрывать в первую очередь они гниют гниют у них жопа это полурама но здесь даже даже намека на это нету так а сколько стоит он 395 тысячи год он какой у нас восьмой год седьмой месяц 395 тысяч рублей nissan kicks все то же самое что и что и pajero это единственное первое поколение выпускался с 8 по 12 год привод только полный клиренс 195 миллиметров в трансмиссии автомат механика бак 43 литра двигатели 4 4 от 30 как на pajero менее ну говорю говорю все то же самое здесь у нас трюк туманки фарики нас обычная резина лето пластмассовая решетка тоже турбина рожок резина бридж стоуна размер 175 80 на 15 родное литье нержавый дополнительный поворотник ветровики здесь вот такие хром накладочки идут с японии задняя часть автомобиля тоже спойлер запаска чехол багажник все то же самое пойдем по месту посмотрим хотя чё по нему смотреть уже уже смотрели сынушки одинаковые все одинаково единственно вот комплектация да здесь вот так сделано по дерево руль обычный не кожаный 148 тысяч механическая стрелка бензобака механическая стрелка температуры пробег 69000 раздатка ручник бардачок нижний бардачок верхний листики лежат 4 балла 69 69 но в любом случае нужно нужно все проверять вот что-то защиту по местному туда залазить не будем то есть трансформируется все везде одинаково еще по месту вообще получается красить и не да когда назад это двинуто смотрите место вообще там нет просто даже вроде только до головы закидывать то есть его можно назвать двухместный автомобиль да и просто багажник использовала для перевозка каких-то там не знаю груза вдвоем на рыбалку ездить еще куда-нибудь вот ну давайте еще двигатель откроем все таки так все блестит все как и везде кулер турбина хождайка радиатор воздушный фильтр аккумулятор сигнал двигатель как часики цепи нет тоже установлен установлен грым пусть ноги сейчас будут писать двигатель дымится ребят двигатель не думается двигатель мокрым начинает греться идет просто испарение то сейчас там понапишите значит он одиннадцатый год 360 по моему на устойте 370 тысяч стоит автомобиль вот еще джимми когда можно открыть джимми 9 год 4 воды но он на коробке 460 тысяч туманки решетка фара здесь решеточка такая с ними решетка да это накладочка под бампер черного цвета родное тоже литье резина бридж стоун размера 175 80 на 16 повторить или рейлинги салон тоже кожаный да тут немножко ошиблись 440 тысяч рублей стоит данный автомобиль новый автомобиль и на коробке знаете тоже редкость как-то вот ушли японцы от коровы видите три педали кто не знает на слева сцепление посередине тормоз права газ главное не перепутать вот ну по месту все то же самое конечно вот эта комплектация она смотрится намного посимпатичнее чем чем обычная комплектация что-то у нас багажник посмотрим да вот подсказывают новые автомобиль давайте покажем снова ключик не на новые автомобили чтобы завести давайте так то есть допустим вот вставили мы ключ до замок зажигания сейчас оседок стоит он у нас на первой скорости вот сейчас у нас стоит нейтрал когда с вами пытаемся завести автомобиль а он не заводится ни в какую то есть чтобы завести автомобиль нужно выжить сцепление сцепление выжимаем заводим только после этого автомобиль у нас заводится тоже такая не знаю для чего это сделано по месту вот примерно вот столько здесь мест наверное чуть удушку можно подвинуть до конца до потолок крыша высокая здесь зеркаль скорость 1 2 3 4 5 задняя скорость ручник вот здесь кстати в боковин когда вот такие вот кармашечка сделаны руль идет кожаный электростеклоподъемники все включается все работает корректор фар когда на четверочке светит от тебя когда на 0 то есть фара светит светит вдаль регулировка зеркал так 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 все видите поехала так не понял все работает так ну давайте да посмотрим здесь то есть автомобиль сейчас он задний привод включаем то есть автомобиль изначально он задний привод 2 vd можно включить 4 воды можно включить или там пониженную блокировку с допустим 4 воды кнопочку нажали она включилась у нас на табло указано что все автомобиль превратился у нас в 4 воды так ну напоминая по стоимости девятый год 440 тысяч рублей автомобиль на коробке ребят ну показали немного менеджипов вот по стоимости с чем нас там получается власти получается примерно от 350 и выше и вообще вот эти машинки уже которые пошли свежие года 14 года и дальше там стоимость доходит до миллиона у там уже и двигателя другие уже не 07 они уже больше и конечно уже другой вид этого автомобиля показали все 07 до 07 джипик единственно не нашли эти джиммики джиммики 1 и 3 вот но на сегодня все всем пока всем пока